В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Житие царской семьи и лики святых. Роспись стен храма на улице Менделеева идет полным ходом. Какие налоговые льготы есть у пенсионеров? Аллеи Победы. Саровчане принимают активное участие в работах по благоустройству города. Далее расскажем обо всем подробно. Пенсионеры считаются в России слабозащищенной категорией населения. Размер их пенсии невелик, поэтому бабушкам и дедушкам рекомендуется воспользоваться помощью государства в виде различных субсидий и дотаций. Один из видов такой помощи – налоговые льготы. В конце 2017 года Госдума приняла закон о включении пенсионеров в перечень лиц, которым может быть предоставлен имущественный вычет по земельному налогу. Налоговый вычет применяется только по одному земельному участку площадью не более 6 соток, независимо от вида, разрешенного использования и категории. Это могут быть садово-огородные участки или участки под индивидуальное жилое строительство и подсобное хозяйство. Граждане, которые имеют в собственности земельный участок размером 6 соток, будут полностью освобождены от земельного налога. За оставшуюся же часть площади налоговый орган рассчитает сумму налога. Если пенсионер имеет несколько участков, то он должен подать до 1 июля 2018 года уведомление в налоговую инспекцию и выбрать, на какой конкретный участок он хочет получить вычет. Если налогоплательщик не предоставит это уведомление в налоговый орган, то расчет налогового вычета произойдет автоматически на тот земельный участок, где будет рассчитана максимальная сумма налога. Если пенсионер владеет только одним участком и по различным вопросам он уже обращался в налоговую инспекцию, то повтор написать заявление не нужно. В базе данных организации данные налогоплательщика сохранены и сотрудники рассчитают все автоматически. В налоговых органах есть информация обо всех участках, которые находятся в собственности, так как они ведут межведомственный обмен с госреестром. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. 1 июня в Саровском городском суде появятся присяжные заседатели. Их списки будет формировать администрация города путем случайной выборки сроком на 4 года. По ходатайству подсудимого присяжные заседатели будут рассматривать некоторые категории особо тяжких уголовных преступлений, такие как умышленное убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности и другие. Подробности в следующем репортаже. Суд присяжных – один из институтов судебной системы в нашей стране, в состав которого входят коллеги и один профессиональный судья. Суд присяжных призван усилить гарантию защиты прав человека. Его главное преимущество – непосредственное рассмотрение доказательств по делу. Коллеги присяжных заседателей – это судьи факта, которые по результату судебного разбирательства выносят вердикт. В свою очередь председательствующий – это судья права, которые на основании вердикта постановляют приговор или выносят решение. Присяжные заседатели в количестве 12 человек отбираются для каждого дела из общего списка, сформированного администрацией города. Происходит это с помощью жеребьевки. В рамках судебного дела производства присяжные имеют право на решение вопросов факта и оглашение своего вердикта. После судебных прений, в которых выступает государственный обвинитель, сторона защиты, присяжные выносят вердикт. Происходит это так. Присяжные получают вопросный лист с основными и частными вопросами. К основным вопросам относят следующее. Доказано ли, что деяние было? Доказано ли, что его совершил подсудимый? Виновен ли подсудимый? Частные вопросы увеличивают или уменьшают степень виновности или изменяют ее характер? Вердикт присяжной заседатели является для судьи обязательным и сомнений не подвергается. После разглашения вердикта присяжные удаляются и на этом их работа заканчивается. Дальше работа персональная судьа. В состав суда присяжных войдут граждане от 25 до 65 лет, которые не имеют ни погашенную или ни снятую судимость. Кандидаты должны быть знакомы с основами судебного дела производства. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. С 1 мая минимальный размер оплаты труда увеличился до уровня прожиточного минимума. Теперь вместо 9 489 рублей он составит 11 163 рубля. Новый закон о повышении минимальной зарплаты по поручению президента России Владимира Путина разработали чиновники Министерства труда. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство Нижегородской области внесло изменения в порядок формирования списка претендентов на улучшение жилищных условий в рамках программы обеспечения жильем молодых семей. Теперь желающие попасть в списки на следующий год должны подать заявление не позднее 1 июня. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 57. В клинической больнице номер 50 предупредили об очередных изменениях. С 7 мая запись на прием к врачам в первую поликлинику на портале пациента будет обновляться ежедневно в 7 часов утра. В городской администрации продолжается прием заявлений на получение разовой выплаты ко Дню Победы. Соответствующую бумагу за ветерана может подать любой из его родственников, доверенное лицо или социальный работник. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 77 26 и 9 90 40. Строительство храма царственных старсотерпцев близится к своему завершению. И уже через несколько месяцев он откроет свои двери для прихожан. Сегодня там полным ходом идет роспись стен, которые привлекли художников иконописной мастерской «Новое воскресенье» из Ивановской области. О том, какие образы и сюжеты уже появились во внутреннем убратстве храма, расскажем далее. В 97 году Сергей Морозов написал свою первую фреску, а уже сегодня он расписывает храмы по всей стране. Палехского мастера и его бригаду всегда приглашают на те объекты, где необходимо сотворить настоящий шедевр, но в сжатые сроки. Вот уже почти полгода иконописцы работают в храме царственных старсотерпцев и за это время преодолели большое количество трудностей, потому что архитектура храма не совсем классическая. Барабан не классический, там своды четверик не классический, как мы привыкли видеть, и десятки храмов уже расписали за свою историю. И здесь вообще выпадает из всего, что мы видели, над чем работали. Храм камерный, естественное освещение в нем слабое, поэтому в качестве основного мастера выбрали так называемый жемчужный цвет. Сюжеты разделили опушкой красно-розового цвета. Эти цвета помогли преобразить первоначальное мрачное внутреннее пространство храма и сделать его солнечным и светлым. На стенах уже можно увидеть большое количество ликов. Спаситель, Богородица, пророки, евангелисты. Старались охватить вообще все, не только как бы Саровскую землю. Ну, естественно, у нас и Сергей Радонежский, и Серафим Саровским, и Дионисий Суздальский, и все Нижегородские, ну, большинство, очень много Нижегородских святых будет изображено. Несмотря на нетрадиционную архитектуру, храм будет расписан целиком. Сюжеты росписи отразят жизнь царской семьи, в том числе и ее участие в Саровских торжествах 1903 года, по случаю прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. Очень мы интересно постарались изобразить перенесение мощей. Зосимы, Савати и Соловецких из этого храма и в Успенский храм переносили. Так вот, мы, значит, изобразили с левой стороны только нас, значит, Зосимы, Савати и храм, они вынесли из него, и Успенский храм тоже. Ну, постарались маленько, чтобы было это, документально. В своей работе палехские мастера соблюдают традиции каноны, но все-таки в любое изображение привносят немного своего, что делает каждый расписанный ими храм уникальным. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Ежегодно весной в Сарове проходят акции по благоустройству улиц, общественных территорий и зон отдыха горожан. Представители различных организаций очищают город от мусора и сажают деревья, внося в тем самым свой вклад в создание привлекательного облика Сарова. На улице Раменской в преддверии 9 мая сотрудники пожарных частей вместе со школьниками высадили саженцы тополей. Территория улиц Раменская и Березовая обрела новый облик. И все благодаря ежегодной акции «Аллея Победы». Сажать деревья в преддверии 9 мая стало доброй традицией. В этом году горожане посадили более 20 саженцев тополя. Эти тополя совершенно как бы немножечко видоизмененные, они не пылят, да, то есть аллергии никакой не будет, они хорошая корневая система, будем надеяться, что они хорошо приживутся. У них очень хороший прирост в год, поэтому я думаю, что очень быстро эта аллея у нас встанет и будет радовать горожан. Дерево мало посадить. Чтобы оно приросло и радовало своим цветущим видом, нужно за ним правильно ухаживать. Об этом точно знает Максим Мальков. Школьнику уже приходилось участвовать в подобных акциях, но только в качестве зрителя. А сегодня он сам сажает деревья. Это очень сложно. Нужно сначала найти формочку, потом засунуть туда дерево, чтобы оно выросло при этом, ухаживать за ним. Потом мы будем, потом выкакивать яму – это легко, это каждый сможет. И грунт, там, все земли легко засунуть и просто всё посадить, всё. Внесли свой вклад в озеленение территории города и сотрудники пожарной службы. Каждый год они берут в руки лопаты и помогают школьникам сажать растения. Природа и свежий воздух помогают участникам акции получить двойную выгоду от активного отдыха. Сажаем для того, чтобы хоть как-то облагородить город, сделать что-то полезное. Чем зеленее город, чем он чище, тем приятнее нам здесь всем жить. Сажая деревья, участники акции «Аллея Победы» внесли большой вклад в озеленение территории. А совместная работа подарила новые знакомства и заряд хорошего настроения. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Через многообразие к единству в Саровском политехе прошел первый городской фестиваль межнациональных культур. Студентам СПТ предстояло изучить уникальные самобытные народы нашей страны и раскрыть самые яркие черты национальной культуры в творческих выступлениях. Россия – одна из самых многонациональных стран в мире. Сегодня в ней проживает порядка 190 народов. Первый городской фестиваль межнациональных культур был посвящен самым многочисленным и ярким этносам нашей страны. Наш техникум – это большая, многоциональная, можно так сказать, наша страна. Поэтому цель нашего мероприятия – это прежде всего дружба, взаимопонимание между нашими студентами. Идея организации фестиваля в таком формате принадлежит студентам СПТ. На молодежном форуме «Время выбрало нас» ребята успешно защитили проект. И заручившись поддержкой экспертов, приступили к его реализации. В итоге получился яркий и самобытный фестиваль, который планируют сделать ежегодным. Выбрав национальность, они порой даже не подозревали, насколько богата эта национальность различными своими традициями, обычаями. Национальные костюмы, народные обычаи и блюда. Для того, чтобы в полной мере раскрыть ту или иную национальность, участникам фестиваля пришлось изучить множество литературы и публикаций в интернете. Одним словом, с головой погрузиться в культуру своего народа. Мы все должны быть дружными, все должны общаться, возможно, брать друг у друга какие-то идеи, что-то новое, изучать, конечно. Будущим техникам-технологам второго курса достался самый близкий и известный в нашем городе народ Мар-2. Студенты решили исполнить настоящий национальный танец, который и по сей день верен традициям древней национальной культуры. Очень веселый. Веселая музыка, веселые танцы. Костюмы яркие. На сцену Саровского политеха выходили белорусы, украинцы, цыгане, армяне, татары, грузины, чуваши, удмурты и многие другие. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Саров-24.